МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам. В эфире телерадиокомпания «Щелкова» программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. В гостях у меня сегодня главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области Щелковский перинатальный центр Андрей Пастернак. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Кандидат медицинских наук. Забыл уточнить еще. Андрей Юрьевич, вы совсем недавно работаете в должности главного врача нашего перинатального центра. Ну, будем так просто называть, да, перинатальный центр. Еще он называется и областной центр материнства и детства. Вот, собственно, в чем разница? Ну, разница в том, что официальное название Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Щелковский перинатальный центр, а объединенное название всех перинатальных центров, которые открыты, их пять, они объединены под одним названием, такое общее название, Центр охраны материнства и детства. Это учреждения перинатальные центры, центры третьего уровня. Ну, вот сказали пять, я знаю, у нас вроде три всего в области, да? Это Щелково, Коломна и Нарфаминск. Совершенно верно, да. Но вообще в Московской области шесть перинатальных центров третьего уровня. Вы перечислили три перинатальных центра, которые открылись в течение последних двух лет. Это Щелковский перинатальный центр, Коломенский и Нарфаминский. Также в Московской области есть Московский областной перинатальный центр в Балашихе, Видновский перинатальный центр и Центр охраны материнства и детства в Люберцах. Это перинатальные центры третьего уровня, где стекается и аккумулируется наиболее тяжелый контингент пациентов. То есть третий уровень – это самый высокий, так сказать, да? Ну, да. В Российской Федерации и в Московской области существует трехуровневая система оказания кушевско-неанатальной помощи. Соответственно, третий уровень – это вот я перечислил шесть. И, соответственно, есть родильные дома первого уровня, где происходит прием неосложненных родов. Родильные дома второго уровня, где есть реанимационное отделение. Ну и, соответственно, перинатальные центры, где помимо всех реанимационных отделений еще и существуют вспомогательные репродуктивные технологии, где оказывается высокотехнологическая медицинская помощь. Андрей Ильич, ну вот, я говорю, вы уже сказали, что совсем недавно вы пришли к нам главным врачом, четыре с небольшим месяца. Тем не менее, хотелось бы спросить, все-таки уже знаете, конечно, работу, влились в коллектив, что называется. Хотелось бы все-таки спросить о некоторых итогах работы нашего перинатального центра за те полтора года, что он работает. Какие достижения? Достижения? Ну, мы недавно отметили рождение 6-тысячного нашего ребеночка. Хотя на сегодня, если посмотреть статистику именно на сегодня, уже после 6-тысячного рождения ребенка мы еще помогли родиться на свет 400 новорожденным. То есть на сегодня с момента открытия мы приняли 6400 родов. Ну, на самом деле, за полтора года это достаточно очень весомая цифра. И мы набираем обороты. И несмотря на то, что рождаемость в последнее время снижается, на нашем перинатальном центре это никак не отражается. Наоборот, к нам пытаются попасть, потому что условия, которые созданы в нашем центре, и персонал, который подобран, это оптимальная возможность и уникальная возможность получить качественную медицинскую помощь на современном этапе. Ну, помимо... Ну, если сухие цифры, то более 82 тысяч консультаций уже проведено в женской консультации в клинико-диагностическом центре. То есть цифры тоже говорят за себя. 16 тысяч пациентов было пролечено в нашем центре в разных подразделениях. То есть это не связано с родами? Ну, у нас помимо акушерства есть еще и гинекологическое отделение на 40 коек, плановая оперативная гинекология, где мы также оказываем оперативную помощь гинекологическим пациентам на высочайшем уровне согласно всем мировым стандартам с применением современных методик. И более двух тысяч операций, в том числе и гинекологических, мы уже провели. Ну, а как часто, скажем, приходится проводить операции, понятно, разного уровня сложности, да? Ну, и вообще, как часто роды проходят? Ну, скажем, в среднем в сутки? В среднем в сутки, если брать наш центр, то от 10 до 15 родов, это, ну, в среднем 12-10-12 родов. Плюс-минус круглосуточно проходит в нашем центре. Ну, безусловно, с учетом того, что уровень у нас третий, к нам стекается наиболее тяжелый контингент пациентов. И согласно приказу по маршрутизации, пациенты с высокой группой риска, они маршрутизируются из других учреждений к нам, особенно с угрожающими, начинающимися преждевременными родами. Поэтому... Также мы специализируемся в Московской области. У нас профиль прием пациенток с эндокринной патологией. Это сахарный диабет любого типа, заболевания щитовидной железы, надпочечниковой недостаточности. Поэтому оперативная активность, она, конечно, выше, если смотреть и сравнивать в сравнении там с родильными домами первого и второго уровня. Ну, а это связано, опять же, с определенным состоянием пациента, который к нам поступает. И это, в принципе, для нас нормально. Андрей Юрьевич, я сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет, который мы, естественно, не могли тоже, наша телекомпания не могла обойти вниманием. Юбилейного, новорожденного, шеститысячного. Посмотрим видеосюжет. Даже замминистра здравоохранения приезжала в Московской области. Давайте посмотрим видеосюжет, потом продолжим наш разговор. Последние минуты перед выпиской. Все волнения позади. Варвара появилась на свет 15 марта, здоровая по всем параметрам. Рождение малышки – знаковое событие не только в семье Марковых. Девочка стала шеститысячным ребенком, родившимся в перинатальном центре в Щелкове. Роды прошли хорошо. 3 800. Врачи очень квалифицированные. Все прошло просто замечательно. Я вообще очень удивилась, когда ко мне пришел главный врач поздравлять и сказал, что мы шеститысячные. Я расплакалась. Мне так неожиданно было. Очень приятно. Малышку назвали Варварой в честь бабушки. Она – третий ребенок в семье капитана вооруженных сил и педагога. Дома в микрорайоне Богородский сестренка ждут два маленьких брата. С этой минуты глава семьи – многодетный папа. Замминистра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова и глава Щелковского района Алексей Валов поздравили семью с пополнением и преподнесли подарок от губернатора. Всего лишь полтора года прошло с открытия перинатального центра в городе Щелково. Благодаря президентской и губернаторской программе мы смогли в Московской области запустить три крупнейших перинатальных центра в стране. И Московская область – это уникальный регион. И, конечно же, на сегодняшний день что мы можем видеть? Что наши центры, они комфортные. Они оснащены самым современным лучшим оборудованием. Это мощные учреждения, где работают высококвалифицированные, кадры. И с каждым днём сюда приходит всё больше и больше пациентов. То есть 6 тысяч детей уже родили лосева в этих стенах. И сейчас слышатся голоса из разных палат. Это говорит о том, что здесь есть жизнь и что она продолжается. И к нам приходит всё больше и больше женщин в наши центры. Екатерина во время беременности находилась под наблюдением специалистов перинатального центра. Здесь прошла курс подготовки к родам. Мамам, испытывающим трудности в выхаживании в центре окажут высокотехнологичную помощь, со дня открытия наши медики выходили 80 малышей с экстремально низким весом. В историю вошёл уникальный случай по спасению 500-граммового младенца. Андрей Ильич, давайте продолжим разговор. Хотелось бы узнать по поводу оборудования. Каким современным оборудованием оснащён центр? Какие-то наившие технологии применяются? Безусловно, конечно. Начнём с того, что этот центр по площади 35 тысяч квадратных метров, что впечатляет само по себе. И благодаря программе губернатора он оснащён всем необходимым для оказания революционной помощи как взрослым, то есть как пациентам, так и нашим маленьким новорождённым. Но начиная с клиникодиагностического отделения у нас есть экспертные ультразвуковые аппараты, где мы проводим пренатальную диагностику для выявления врождённых пороков развития уже на раннем сроке. У нас есть отделение лучевой диагностики, где в две смены работает магнитно-резонансный томограф, маммограф. То есть у нас есть и маммография, возможность сделать МРТ любой части тела, рентгенография. В отделении детской и взрослой реанимации есть дыхательная аппаратура для длительной вентиляции, особенно маленьких деток. В общем, это такая мощь, такое мощное оборудование, которое позволяет нам, в общем-то, выхаживать деток от 500 грамм. Также у нас есть лицензия по неонатальной хирургии. У нас есть возможность, и мы это делаем с прошлого года. Оперируем, если новорождённая рождается с врождённым пороком развития, на месте, никуда не транспортируя. Хирурги оперируют и в операционной, и в детской. Преимущественно лапароскопическим путём, что является тоже очень высокотехнологичной медицинской помощью. Поэтому вот такое оборудование нам позволяет достигать хороших успехов в выхаживании и лечении наших пациентов. Можно сравнить техническую оснащённость нашего, Щёлковского центра, с другими, скажем так, в Московской области и в Москве? Вы знаете, легко, просто. Можно конкурировать с любым центром Москвы. Я это заявляю ответственно. На самом деле, мы абсолютно конкурентно способны. И, в общем-то, ничем не отличаемся по оснащёнению, а может быть, даже, скорее всего, превосходим на некоторые стационары нашей ближайших территорий. Техника техникой, конечно, но всё равно всё зависит от людей. Хотелось бы спросить именно о квалификации сотрудников. Как комплектуется штат? Есть ли какие-то проблемы с подбором персонала? Вы правильно заметили, что, безусловно, какое бы оборудование ни было, то если нет команды, если нет профессионалов, если нет грамотных специалистов, то результата не будет. Поэтому в нашем центре трудится около 500 сотрудников, из которых 98 врачей, 200 сотрудников среднего персонала, 2 доктора медицинских наук, 5 кандидатов в медицинских наук. И укомплектованность, в общем-то, она достаточная, в принципе, где-то на 70-80% от штатного. Это позволяет качественно оказывать круглосуточную медицинскую помощь. Ну, к кадрам, безусловно, подход серьёзный. Команда сформирована, она формируется. И, безусловно, требования к врачам особенно не очень высокие, профессиональные. Поэтому коллектив по добрам оптимальный. Ну вот, чтобы ещё проиллюстрировать ваши слова, да, о высокой квалификации врачей, напомню нашим зрителям, что совсем недавно, в середине апреля, врачи Щёлковского перинатального центра вместе с врачами второй больницы провели уникальную операцию по спасению, в прямом смысле слова, по спасению двух жизней. Мама, которая находилась уже, так скажем, на грани родов, да, и её, естественно, врождённого ребёнка. Мы тоже сняли видеосюжет. Давайте посмотрим. Потом продолжим разговор. Надежду Аликулову доставили в приёмное отделение Щёлковского перинатального центра практически без сознания. Женщины, находившиеся на последнем месяце беременности, экстренно сделали УЗИ и с подозрением на разрыв селезёнки увезли в операционную. Ждать нельзя было ни минуты. Хирурги Щёлковской районной больницы номер два, кушеры-гинекологи и врачи-неонатологи перинатального центра приняли решение провести совместную операцию. Благоотделение хирургии находится в соседнем здании. Медики сделали почти невозможное, спасли жизнь маме и новорождённой. Девочку прямо с операционной доставили в реанимацию. Сердцебиение у малышки едва прослеживалось. Ребёнок испытал тяжёлую гипоксию. Он был интубирован в родильном зале, переведён на аппаратную вентиляцию лёгких, доставлен сюда в реанимацию для оказания помощи. Собственно, тяжесть состояния была связана с перенесённым тяжёлым кислородным голоданием. Малышки провели гипотермию. При помощи специального оборудования снизили температуру тела до 34 градусов. Так, на протяжении 72-х часов врачи спасали клетки головного мозга от кислородного голодания. Спустя шесть дней новорождённая перешла на второй этап выхаживания. Ещё через шесть – выписано домой, в посёлок Свердловский. Спасибо большое врачам. Вообще замечательно ко мне отнеслись. Что к ребёнку, что ко мне. Нас так долго держали, тут смотрели за обоими, да, скажи. И анализы, и обследования. Обследование. Всё сделаем. Как-то можете прокомментировать, вот насколько часто встречаются такие экстренные случаи. И вот по данной конкретной ситуации, что действительно там было, насколько это всё серьёзно? Ну, на самом деле, случай крайне, к счастью, наверное, редкий разрыв аневризма селезёночной артерии. И это первый случай у нас в центре за эти два года. И с радостью всегда хочется подчеркнуть, что он закончится благоприятно. Потому что летальность, то есть гибель пациентки в момент кровотечения, она приближается к очень высокому проценту. То есть пациенты, как правило, не успевают доехать до родильных домов, до больниц и погибают от массивного кровотечения. И очень приятно, что благодаря такой слаженной работе удалось, не теряя минуты, оказать всю необходимую реанимационную, операционную помощь. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить и коллег, своих коллег в первую очередь, поблагодарить бригаду, которая работала, и коллег хирургов во главе с руководителем Дмитриевичем городской больницы, которые откликнулись и тоже оперативно подключились и, в общем-то, сделали свой этап работы. И мы видим две спасенные жизни. Повторяю, что, как правило, разрыв селезеночной артерии заканчивается неблагоприятно. Ну а в части критических состояний, конечно, пациенты поступают и с кровотечениями, и в тяжелом состоянии. Ну, буквально, если вот неделю назад у нас пациентка поступила в состояние гипогликемической комы, и опять же, благодаря слаженной работе помощь была оказана, малыш стабилизирован, и мама тоже, в общем-то, вышла из этого состояния, и сейчас, в общем-то, находится в стабильном состоянии. Опять же, повторяю, что наш профиль и уровень наш, мы с этим чаще сталкиваемся, чем все остальные, поэтому стараемся быть готовы к любой ситуации, и, соответственно, опять же, благодаря командной и слаженной работе. Скажем, менее критические случаи, чем тот, о котором мы только что узнали из видеосюжета, это, допустим, специализация недоношенных детей. Вот в предыдущем репортаже речь шла и о том, что вы спасаете детей от 500 граммов, родившихся, естественно, преждевременно. И вот тоже, насколько честно, такие случаи бывают. Кстати, вот по поводу последнего сюжета, по гипотермии новорожденных, вот охлаждение ребенка, вот хотел бы еще два слова сказать. Это как раз и есть высокотехнологическая медицинская помощь, когда, применяя методику охлаждения, общего охлаждения организма удается предотвратить необратимые последствия в головном мозге, гибели нейронов. И, в общем-то, даже детки, которые рождаются в состоянии гипоксидии, доношенной, благодаря вот этим методикам они потом выходят и, в общем-то, с минимальными последствиями либо здоровыми. Да, конечно, мы специализируемся на приеме преждевременных родов. Самый сложный срок преждевременных родов это очень ранние преждевременные роды с 22 до 28 недель. Это вот 500 грамм. Безусловно, наша специализация как раз оказывает помощь таким маленьким пациентам в год у нас в прошлом году до килограмма мы пролечили около 70 детей. А в среднем через детскую реанимацию у нас проходит около 500-600 новорожденных, получающих реанимационную помощь и интенсивную терапию. Это вот до килограмма или больше? Нет, до килограмма в принципе их там от 50 до 70 в среднем, ну а дальше уже новорожденные с другой весовой категории больше, там килограмм 500-2 есть доношенные детки то есть если требуется им какая-то помощь. Это очень важно когда в общем-то в одном центре сконцентрированы все службы не нужно никуда транспортировать ни маму ни новорожденного все в пределах шаговой доступности кстати очень строение правильное на одном этаже находится и родзал и отделение и операционное и отделение взрослой реанимации и детской что позволяет не терять минуты на транспортировку с этажа на этаж вот это все позволяет в общем-то достигать таких хороших результатов. ну а опять же если коснуться каких-то экстренных случаев патологий как попадают к вам пациенты они заранее наблюдаются как-то уже удается выявить или это на скорую помощь привозит значит наш сектор Щелковский так вот если начать я хотел бы напомнить что самый крупный сектор Московской области он нас рожает в секторе 17 тысяч родов приблизительно в 18-м году было 17 тысяч родов мы курируем 8 родильных домов второго уровня и 16 женских консультаций безусловно в нашем клинико-диагностическом отделении тоже есть женская консультация на 250 посещений около 1600 беременных ежегодно встают на учет и это как правило они все практически рожают у нас ну а соответственно эта группа пациентов к нам попадает то есть жители Щелковского района и соответственно пациенты с высокой группой риска маршрутизируются также вот с тех учреждений медицинских второго уровня и женских консультаций которые я перечислил но помимо направления любой пациент любая беременная гражданка Российской Федерации живущая на любой территории как в Московской области в Москве и других территориях имеет право если она выбрала к нам попасть либо по направлению либо самотеком в общем-то мы всем помощь окажем независимо от их прописки возможность есть всегда такая у наших пациентов то есть мест всем хватит да в любом случае да кстати вот где-то 10-15 процентов всех родов у нас это москвичи москвички то есть поток у нас не только он остановился но и к нам уже пытаются попасть с других территорий в частности из Москвы то есть в общем-то это говорит тоже о многом потому что уровень акушерской неонатальной службы в Московской области вот с введением вот этих центров он вырос и находится на достойном уровне ну это тогда если можно еще раз прокомментировать цифры которые вы назвали то есть будем отталкиваться от 6400 родившихся практически на сегодняшний день достаточно большое число за полтора года но вы сказали что порядка 1600 стоит на учете будущих мам но если поможем 1600 в год на полтора это будет немногим более 2000 а у нас уже больше 6000 только новорожденных вот эти 4000 это вот они не стояли на учете все приехали со стороны они стояли на учете только они стояли на учете в щелковском секторе а щелковский сектор он большой это города Мытищи Королев Сергеев Посад Солнечногорск Дубна и соответственно пациенты с высокой группой риска они должны маршрутизироваться к нам и соответственно их к нам направляют даже если они у нас не стоят на учете в женской консультации они приезжают к нам консультируются и потом уже разрешаются ну а еще вот одна тоже цифра которая в начале программы прозвучало 82 тысячи консультаций проведено за все время существования центра это вот скажем так еще на порядок больше это тоже все пациентки щелковского сектора да как раз это пациенты щелковского сектора щелковского района в первую очередь щелковского сектора который маршрутизируется и направляется на консультацию у нас есть кабинет пренатальной диагностики то есть мы в щелковском районе выполняем всем беременным ультразвуковые исследования первого второго скрининга то есть они должны выполняться у нас поэтому вот а также у нас прием есть еще и узких специалистов это уролог кардиолог терапевт соответственно вот помимо акушерской гинекологической помощи эндокринолог вот соответственно и благодаря этим узким специалистам удалось скажем так вот достичь такой цифры и она только увеличивается спасибо Андрей Юрьевич напоминаю что в гостях у программы диалог сегодня главный врач щелковского перинатального центра кандидат медицинских наук Андрей Пастернак мы вернемся к вам после небольшого перерыва не переключайтесь продолжаем программу диалог напоминаю что в гостях у меня сегодня главный врач щелковского перинатального центра Андрей Пастернак кандидат медицинских наук один из пяти которые работают в перинатальном центре еще раз добрый вечер Андрей Юрьевич напоминаю телефоны прямого эфира 496 код города 567-1440 567-1450 звоните и задавайте свои вопросы будущие мамы и будущие папы тоже могут наверное задать свои вопросы ну а мы продолжаем наш разговор вот у меня как у бывшего папы бывшего конечно настоящего просто разница в возрасте у детей 10 лет ну и вот собственные воспоминания да что насколько сильно отличалось скажем так 30 лет назад когда рожали да и 20 лет ну вот а вы как настоящий врач который занимается современными технологиями мы уже говорили да об оборудовании ну что-то изменилось вот за последние скажем 15-10 лет скажем так в технологии принятия родов ну когда мы рождались да наверное было классическое акушерство если его так можно назвать но на сегодняшний день вот мы пропагандируем ну и вообще в принципе тенденция идет к бережному ведению родов ну казалось бы как по-другому вести но тем не менее мягкие роды пропагандируем наш центр пропагандирует что это значит это значит в том что пациентка может свободно перемещаться она не прикована к кровати ее не заставляют лежать она может использовать специальные приспособления для того чтобы переносить больше схват легче схватки это фитболы стульчики и соответственно минимальное вмешательство вообще в процесс родов вот это наш наш лозунг и в общем-то наша методика потому что чем естественные роды происходят и мы даем возможность пациентке пройти все фазы родов латентную активную фазу замедления в общем-то и результат соответственно соответствующий поэтому вот мягкие роды партнерские роды благожелательное отношение к пациентке всесторонняя помощь как родственников так и персонала вот в общем-то я не могу сказать что это новые технологии но это все равно несколько другое отношение потому что если раньше нельзя было вообще попасть в родильный дом заранее то на сегодняшний день родильные дома открыты для пациентов и их будущих пап есть дни открытых дверей когда есть уникальная возможность посмотреть родильные боксы послеродовые палаты поэтому это уже мост тот мост доверия формируется между врачом и пациентом это тоже сказывается в общем-то на хорошем хорошем исходе но по технологиям но это вот это да больше психологически я вкратце рассказал как в общем-то какой подход к самому родовому процессу если он протекает нормально физиологически то есть он же по-разному может протекать пациентка может вступить в роды с излитием вод вот так вот наша методика в том что мы не спешим ставить капельницу вызывать схватки а даем возможность в течение там 18 часов подготовиться самостоятельно организму пациентки и вступить в родовую деятельность это тоже очень важно все эти методики мы используем также мы специализируемся и ведем роды после операции кесаросечения то есть наличие так называемого рубца на матке после операции кесаросечения для нас не является абсолютным показанием для повторной операции и оперативного родозрешения поэтому если пациентка информирована если она понимает если она в первую очередь хочет попытаться родить самостоятельно избежать операции то это к нам наш центр и мне приятно озвучить что уже около 40 пациенток с рубцом на матке с января месяца благополучно родили с рубцом на матке у нас без осложнений самостоятельно после предыдущего кесаросечения это 25% от всех беременных с рубцом на матке которые к нам поступают это очень достойный показатель мы информируем просто порой пациенты либо не информированы либо не знают что есть такие специалисты и соответственно мы доводим до сведения о пациентах что у нее есть такая возможность если пациентка принимает решение мы ее в этой части поддерживаем вот в этой части тоже пациентки могут рассчитывать на нашу поддержку профессиональную и если беременная приняла решение рожать то в принципе мы ведем ее как обычную беременную и ждем начала родовой деятельности также в принципе можно сказать о новой методике но новая методика это старая забытая старая значит мы используем применяем при тазовом предлежании если ребеночек находится в тазовом предлежании после 36 недель проводим наружный поворот плода с тазового в головное под контролем ультразвукового исследования и кардиотокографии и вот уже за эти 4 месяца успешных 15 поворотов было произведено где 70-60 или 60 около 60 процентов еще срок кто-то не достиг родов уже благополучно роды разрешили поэтому немало учреждений которые занимаются такой методикой но вот пользуясь случаем хотелось бы сказать что мы можем это сделать и если пациентка с неправильным положением плода она слышит то она абсолютно может к нам обратиться спокойно и в общем-то мы можем попытаться помочь ее ребеночку перевернуться эффективность метода 60-70 процентов достаточно хороший метод то есть из 10-7 6-7 пациентов плодов поворачивается это какое-то не знаю из области фантастики если честно так кажется если можем чуть подробнее это же без всякого хирургического вмешательства происходит это абсолютно без всякого хирургического вмешательства выполняется ультразвуковое исследование то есть определяется где расположена спинка ребеночка вводится спазмолитик генепрал в течение 10 минут расслабляется матка и под контролем ультразвукового исследования при определенной методике бережно ребеночек поворачивается то есть руками это определенная методика конечно не все и владеют и в общем-то не все врачи но у нас есть такая возможность это сделать и соответственно помочь пациентке и снять страхи потому что тазовое предлежание является патологическим видом предлежания и мамы боятся как будет рождаться ребеночек хотя детки могут рождаться и рождаются в тазовом предлежании а если предполагаемая масса ребенка до 3-600 после 3-600 ребеночек считается крупным в тазовом предлежании тогда уже ставится вопрос о плановом кисовом сечении и для того чтобы не доводить его не до крупного плода и есть возможность в 37-38 недель после 36 как я сказал когда ребеночек и в определенной весовой категории нормальной есть возможность его повернуть давайте немного отвлечемся от медицинских технологий хотелось задать вопрос хоть вы учреждение здравоохранения Московской области обслуживаете как вы сказали да щелковский сектор на самом деле это в общем достаточно большая площадь северо-восток Подмосковья тем не менее какое-то взаимодействие с щелковскими властями у вас тоже происходит ощущаете поддержку администрации конечно безусловно большая благодарность администрации я когда приступил к своим обязанностям узнал что администрация очень сильно поддерживает медицинских работников в части арендного жилья компенсации за аренду то есть у нас большое количество сотрудников на память я не могу сказать в общем-то и живут в квартирах которые предоставила администрация в качестве аренды и компенсируют нашим сотрудникам те кто арендует по-моему 15 тысяч рублей если я не ошибаюсь это десятки десятки сотрудников это очень большая подспорья и поддержка хочу сказать что у нас где-то около 30-40% сотрудников специалистов врачей среднего персонала они привлечены из территории Российской Федерации тема жилья она крайне актуальна безусловно и в этом плане мы ощущаем очень большую поддержку от администрации ну вот буквально на днях состоится передача парковки администрации через министерство имущества это тоже хорошая помощь потому что мы долго ждали этого и вот этот наконец-то это уже процедура состоится я думаю что в течение этого месяца парковка уже открыта и есть возможность гостям пациентам сопровождающим приезжайте комфортно ставить автомобили чего раньше не было это тоже большая-большая помощь это прямо на территории перинатального центра или рядом где-то это прямо прилегающая территория к перинатальному центру практически она расположена рядом ну можно сказать входит практически в перинатальный центр находится на границе и соответственно очень хорошая качественная парковка я думаю что от этого благодарны этому и пациенты и сотрудники которым раньше не было парковаться а заезд с какой стороны будет пока с территории Шмидта но я думаю что может быть мы не будем ничего менять в процессе уже определимся как это будет оптимально комфортно и безопасно кстати по поводу заезда некоторые жители насколько я знаю не то что жалуются но так может быть критически подходит к тому что у вас официальный адрес парковая 6 правильно перинатального центра а заезд все-таки с улицы Шмидта а с парковой 6 не попасть вот в экстренном случае скорая приезжает ну не скорая скорая конечно знает как заезжать скажем в такси кто-то или на своей машине вы ничего не делаете так чтобы понятно было с какой стороны к вам попасть особенно если торопится человек родить честно говоря признаюсь когда я первый раз ехал в перинатальный центр я сам заблудился и навигатор меня привез на парковую 6 с другой стороны и мне пришлось оставить машину и пройти пешком да безусловно принимаю эту ну скажем так ситуацию критику сейчас уже устанавливается навигация для пациенток если они поступают самотеками или добираются своим транспортом так у нас основная основной основной въезд и охрана находится со стороны Шмидта да немножко менять адрес наверное мы не будем но правильную навигацию для того чтобы пациента было ориентироваться мы значит установим и на официальном нашем сайте сделаем поправку что заезд или уже сделали наверное сегодня что заезд дополнительно со стороны Шмидт ну вот это нюанс который да имеет место быть но мы постараемся в любом случае в принципе есть возможность в любом случае для скорой помощи открыть путь со стороны эвакуационные ворота со стороны парковой но основной путь у нас со стороны въезд со стороны Шмидта я думаю что мы отработаем чтобы каждой пациентке в любое время дня и ночи неважно как она была доставлена было понятно куда двигаться и если она вдруг заехала с другой стороны чтобы навигация и показала куда ей нужно подойти Андреич вот не так давно в конце марта впервые на территории перинатального центра нашего Челковского прошла акция так скажем общая окружная для всех жителей округа акция день донора впервые мы естественно не могли войти внимание в телевидение это событие давайте сейчас посмотрим короткий видеосюжет потом тогда продолжим разговор давайте посмотрим вы когда нибудь были донором эта процедура считается актом доброй воли во всем мире неравнодушные люди готовы пожертвовать свою кровь во благо других так в Челковском городском округе в перинатальном центре в среду состоялась акция я твой донор помимо обычных граждан кровь сдали и медработники центра всего около 60 человек мы сегодня сдаем кровь всем нашим коллективам очень приятно что нам не нужно идти и отдельно сдавать кровь очень радостно что это мы проводим на нашем рабочем месте очень рады опять же третий раз мы рады что мы оказываем помощь нашим пациентам и всегда и всем коллективам без исключения очень отзывчиво приходим на данную акцию в акции приняли участие и волонтеры городского округа Щелково которые следили за тем чтобы каждому пришедшему до процедуры предложили сладкий чай а после фруктовый сок также всем сдавшим кровь вручили специальные карточки донора и значки вообще день донора у нас в округе проводится с завидной регулярностью в основном конечно на станции переливания крови первый раз в перинатальном центре еще планируете проводить нечто подобное ну на самом деле это второй раз вот сюжет показали уже за месяц и мы договорились с руководителем станции переливания и они обратились к нам с инициативой чтобы каждые два месяца проводить день донора на базе нашего центра я с большим энтузиазмом и удовольствием откликнулся на это потому что я понимаю как иногда не хватает кровезаменителей в хирургических стационарах в акушерских потому что ну и акушерская служба акушерство оно связано с повышенной операцией с повышенной кровопотери порой массивные и хирургические операции поэтому всегда должен быть запас кровезаменителей для того чтобы спасти как наших пациентов так и любых других пациентов в других стационарах поэтому это гражданская позиция ну моя в первую очередь и наших коллег и мы с удовольствием принимаем сами личное участие в этом ну а вот кровь сданная она вам в центр пошла или скажем так так по многим медицинским учреждениям ну а нас проходит определенный карантин я думаю что нет не маркируется наша это кровь или коллег по по цеху из щелковской районной больницы она конечно распределяется уже по необходимости она проходит карантин соответственно обследуется и потом по необходимости уже распределяется по требованию туда куда она нужна в каком отделении необходимо по запросу Андрей у нас осталось буквально 5-6 минут еще хотелось бы поговорить о той работе скажем наверное более психологической нежели медицинской да какая-то работа в центре ведется у вас с будущими мамами курсы школы и так далее да конечно в нашем центре в штате есть медицинский психолог который ведет курсы психопрофилактической подготовки беременных к родам на базе клиника диагностического отделения помимо психолога информацию получают по беременности родом от акушеров гинекологов по новорожденному и уходу за ним лекции читают наши педиатры соответственно также у нас есть возможность проводить гимнастику беременных йогу и соответственно психологическая помощь у нас есть уникальная возможность но это уже в рамках не общимедицинского страхования родов присутствие психолога на родах сопровождение если это требуется кому-то поэтому возможности поддержки психологической в нашем центре есть конечно еще один видеосюжет предлагаю посмотреть как раз не совсем обычной поддержки без пяти минут мам которые проводятся в вашем принотальном центре в содействии с Щелковской центральной библиотекой не буду раскрывать секрет давайте посмотрим потом вы прокомментируете будучи в положении особенно на последних месяцах девушкам довольно проблематично постоянно ходить в библиотеку за очередной увлекательной книгой да и в целом всевозможные познавательно-информационные мероприятия на определенное время становятся табу эту проблему решили межпоселенческая центральная районная библиотека совместно с Щелковским перинатальным центром они стали организаторами проекта библиотерапия который стартовал в 2017 году задачи проекта входит обеспечение доступности будущим матерям книгам лучшим образцам отечественной и зарубежной литературы а также развитие их творческих способностей для пациенток центра периодически проводятся лекции на которых приглашенные кураторы рассказывают ту информацию которая будет важна именно в этот период их жизни тематика лекций всегда различна так например сегодня прошел семинар по трудоустройству лектор рассказала как при желании можно зарабатывать во время беременности и какие шаги предпринять когда ребенок уже появился на свет проект в первую очередь оказывает помощь в поддержании психологического здоровья пациентов именно благодаря ему Щелковский район был отмечен как лидер региона в реализации программы социокультурное проектирование взгляд в будущее детских библиотек Московской области ну вот так это необычно прозвучало с помощью книг и лекций тоже готовить поддерживать и так далее ну а какие-нибудь еще перспективные проекты есть у вас в планах скажем я не знаю не книжные а музыкальные например поддержка музыкальные но есть проект который реализован в одном из родильных домов интересно перенять опыт если получится но для этого нужно найти определенных специалистов в этой области вот я знаю что в одном из родильных домов Московской области регулярно раз в неделю приходят профессиональные певцы и поют колыбельные те колыбельные на которых мы выросли и это очень имеет такой же прекрасный эффект и психологический может даже лучше чем книги ну безусловно любые методы хороши что книготерапия что колыбельные это всегда психологическая поддержка и сопровождение в первую очередь направлено на то чтобы держать психологический статус наших любимых беременных в нормальном хорошем состоянии поэтому думаем вот над этим если получится то будет очень здорово музыканты певцы нет нет все в рамках так без оркестров без каких-то барабанов все в рамках таких мелодий колыбельных большое спасибо Андрей Юрьевич за ответ на вопросы спасибо что нашли время прийти к нам в студию остается пожелать только вам дальнейших успехов на этом самом наверное гуманном поприще помогать людям появляться на свет спасибо вам напоминаю что сегодня у гостях у программы диалог был главный врач щелковского перинатального центра Андрей Пастернак это была программа диалог смотрите нас каждый вторник на щелковском счастливо «Музыка» 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 Продолжение следует...